В зале Рогачевской средней школы номер 2 больше, чем 100 человек. За одного боку молодое поколение граждан, старшоклассники, студенты с иншого поколения военных годов, ветераны войны, працы и вязни фашистских концлагеров. Для всех этот день особенный день оборонцов Айчин тут означает одночасово с днем вызволения родного города, об славных и складанных сторонках истории Рогачева, его военных стратах и одновременно молодому поколению расповели те, кто бачил все это на свои очи и кто сам был удельником подей. Сейчас я бы сказал, как тогда мы не боялись. Я еще был молодой, я этого не понимал. И все такие были все молодые. Командир только у нас был, командир орудия, он был в нем в годах. А бои были очень опасные. До речи, святка оккупации, вызволения города и сам будинок этой школы. Все лето ему исполняется 110 годов. Установа носит имя Виталия Колесникова, героя Советского Союза, урадженца Рогачева и его вызволителя. У память об таких, как он подчас акции, была и вязница Азарыча у Алла Осипова запалила свечку, на какой на розных мовах свету написано слово «мир». Я угнана в концлагерь Азаричи, была семьей из семи человек. Было мне три года и девять месяцев. И я, конечно, случайно осталась жива, потому что, когда у мамы отобрал эту клуночку со мной, немец такой, я помню его, запомнила очень, высокий фашист в кожаном пальто. Он навел на меня, но мама упала на колени, давай плакать и просить, чтобы он отпустил Кляйна. И что-то в нем дрогнуло, и он пожалел меня, отпустил. Вот таким путем я осталась жива. И мне очень нравится то, что это стимулирует мою жизнь и продляет ее, что я именно общаюсь с молодым поколением. З одного боку рассказать, какой была война, а з інших и звернуть увагу на значность миротворчасти. Об этом с молодью так само размовляли представники комиссарията, керавництво города и дейчей культуры. У отказ юной Жахар Иргачева вышли на сцену, как пресс-поэзию, выказать подяку ветеранам и рассказать об своих миротворчих досягнениях. И вот все в этом месте мы хотим обратиться к нашей молодежи, чтобы они услышали, что было, что есть, и чтобы они делали все возможное, чтобы именно у нас в республике было согласие, взаимопонимание, стабильность, безопасность, чтобы именно мы жили под мирным небом. Это будет, наверное, самое главное. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель», Рогачевский район.